В Спасо-Преображенском монастыре Агрогородка Хмелево в это утро не было литургии, но к настоятелю отцу Серафиму приехали гости с важной миссией. Поздравить его с присвоением звания почетных гражданин Жабенковского района, а также с 57-м днём рождения. Пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, сил и бодрости, чтобы продолжить своё многолетнее служение Богу и людям. Наш батюшка Серафим, он полноценно участвует в нашей жизни, в нашем регионе. Он полноценно встречается не только нашими людьми, но и которые приезжают к нему из других регионов. Он возрождает нравственное духовное наследие. Отец Серафим принял высокое звание почетного гражданина Жабенковского района с благодарностью и смирением. Но для него, как для истинного монаха, главные ценности сосредоточены в сфере духовной. Надо жить по совести, как по-человечески сказать, а по-духовному жить по заповедям Божьим. Что спасет мир? Покаяние. Каяться надо в своих грехах и жить уже по Евангелию, благочестиво жить. Если бы все люди жили по заповедям Божьим, везде бы в мире была бы тишина. 23 года назад отец Серафим стал строителем и настоятелем Спаса Преображенской мужской пустыни, преобразованной затем в монастырь. Он приложил все усилия, чтобы сохранить старинную 300-летнюю церковь, которая здесь находится, и список чудотворной Ченстаховской иконы Божьей Матери. За это время слова о силе молитвы, игумена Серафима, исцеляющей от самых страшных недугов, пьянство, наркомании и онкологии распространилось далеко за пределы страны. Мы с духовными и житейскими проблемами едут. Чтобы что-то сказать человеку, чтобы он уехал бы удовлетворенным, это надо принять как свое. Чужую боль как свое. Я переживаю. Человек уедет, я неделю буду ходить, думать об этом человеке, молиться, чтобы у него все хорошо было. Священник дает только направление в духовную жизнь, а человек даже может сам работать над собой. За помощью к отцу Серафиму приезжали из Беларуси, России, Польши, Америки, Канады и других стран. И никто не оставался без его доброго слова и утешения. Звание почетного гражданина присваивается именно таким людям, которые живут для других, самоотверженно трудятся на своем поприще и являются примером. Всего в Жабинковском районе теперь проживает шесть таких человек.